что я планирую ну как бы на самом деле астрологи как я вот смотрю сейчас но не только в беларуси вот все наши на русскоязычном пространстве есть несколько человек но они как бы ну как положено да а в основном ну вот сейчас много школ всяких таких онлайновых да там не значок полгода поучился и он считает что он может консультировать он не может по факту но он думает что он может то что они предлагают не понимает этого человек который с улицы пришел он не понимает его как бы все устраивает и он думает что это стоит действительно вот столько сколько они берут на самом деле нет как бы реально крутые астрологи вот которых мне попадались они как бы себя где-то мне кажется жмут даже в деньгах может быть именно по той причине что если человек идет с улицы он не представляет масштаб он не может взять вот этот весь как бы объем информации ну если он тупой ну что ему объяснять про его жизнь ему неважно он пойдет к этому дурачку за который полгода где-то учился и к человеку который 20 лет в принципе возьмет он одно и то же и поэтому они как бы ну вот так расплодились ну пускай в общем как хотят мне интересно будет ну западная это понятно я вот уже 11 лет западной занимаюсь видическую вот мы сейчас начали я у аржуна сходила на первый курс ну я всегда понимала что все астрологии любые ну что они должны давать один результат они и дают его вот поэтому конечно их соединить и посмотреть как эти совершенно разные механизмы ну приводят к общему результату ну вот это именно что интересно как бы ответ я и так получу уже есть западный да а вот как бы ну докопаться до сути что там на самом деле внутри почему они такие разные дают один ответ ну вот это интересно этим мы наверно будем заниматься в клубе я вижу такой формат что наверное будет какая-то теоретическая часть для тех кто хочет что-то изучить ну как там по темам и разобьем а потом будет какой-то разбор допустим гороскопов может известных людей или ну как пойдет или личные ну истории с чек будет готов там свою какую-то ситуацию обсудить вот так вот ну показать свой гороскоп то вообще отлично потому что это не кто-то где-то да а вот реальный человек может тут же дать обратную связь как у него что изменилось в жизни это вот очень важно вот ну и будем пытаться совмещать вот западная но я как бы лучше ее знаю поэтому это будет как бы сейчас моя база но ведическая потихоньку потянется принципе я там его послушала и мне как бы на самом деле все было понятно я думаю что ну вот если действительно человек ничего не знает то на него это сваливается куча информации ему надо ну несколько лет просто это принять в себя вот но я как бы подготовленный слушатель и она как бы просто разложилась сразу по полочкам полочки уже как бы есть мне в голове вот вот так я вижу смотри у тебя есть один талант этим талантом обладают далеко не все талант спокойно в любой момент подключаться к информационному полю подключаться к любому из наставников к духовным лидерам кому угодно если ты не знаешь ответа на вопрос какой то вот здесь и сейчас то сесть просто медитацию задав вопрос то он к тебе просто приходит либо же в материальном мире вдруг нарисовывается там арджун который приходит к тебе чтобы дать ответы на твои вопросы либо в духовном мире нарисовывается там какой-то другой духовный человек и тебе все это дело дает скажи пожалуйста на клубах вот людей работать с информационным полем будешь ли ты учить ну учить на самом деле что там учить как говорил олег где-то 25 процентов населения но люди вот сомнамбулического типа просто у них вот ты спрашиваешь я все я поняла как надо их определять я спрашиваю вот что ты делал вчера помнишь ли ты да ну естественно все же помнят что они делали вчера ну и как вообще они это видят и у многих просто как ну вот какой-то перед внутренним взором да вот есть такое фраза такая вот у них стоит на экране они видят картинку того что они делали вчера причем часто даже со стороны ну вот так вот у мозги наш обрабатывают то есть те кто в состоянии увидеть эту картинку они говорят да я вижу все пожалуйста ты видишь вот вот и все а дальше уже только мозги чистить чтобы не было вот это мне нельзя там и так далее если человек не видит ну тоже можно попробовать как бы но я думаю вообще люди вот которые интересуются такими вещами вот они придут они будут видеть там практически все потому что однозначно это связано с интеллектом вот этот эмоциональный интеллект это все отсюда да снять информацию там так далее то есть в основном там просто не будет других я думаю что основная масса они будут видеть и им просто надо сказать вы это можете берите дел и это не фантазия она звучит в голове как фантазия всю жизнь думал что я просто человек блин богатый фантазии там так далее разговаривала с кем я только там не разговаривала ну реально вот там помню хмингуэй потом вот эти художники что я там рисую и с гагеном и бой с ренуаром там ну короче вот ну разговаривала по поводу всякого не то что они мне там голос я слышу в голове как шизофореники но как бы ответ идет она такого такое чувство что это как как фантазия что ли но это не она потому что у кого нет у этого у них вообще не приходит ничего не то есть как бы у них нет ни фантазии ну то есть это на самом деле не есть фантазии вот это большая заслуга олега что он эти моменты как бы прояснил открыл вообще глаза что почему вот я такая там я и как бы некоторая часть людей не слишком малочисленная но и конечно их не большинство вот ну то есть научить да не вопрос да просто надо сказать чок ты можешь иди и делай не не придуривайся тебе не да тебе не кажется я не и в себе не кажется я вот сейчас вот пытаюсь начинают уже вот работать с людьми погружала там в сеансы ну может последние там пару месяцев уже я как бы тут зондиру почву на этой как бы не не и они говорят мне кажется что я же там фантазируют нет нет тот у кого не пойдет вообще ничего вот он как бы не фантазирует у него все закрыто и правильность из детства так такой ты будешь думать что все такие нет не все такие тренируется и развивается даем все очень просто так что ну не вопрос как бы заодно можно в любом случае блин олег столько дал нам информации она будет просто сквозить везде мне кажется в моей сейчас но речи на любую такую вот тему какую-то эзотерическую психологическую я всем буду задвигать там про гипноз там и так далее не вопрос не вопрос вот можно будет тоже конечно скажи когда ты планируешь начинать начинать с какой чего ты планируешь начинать я планирую начинать наверное на следующей неделе я думаю что по четвергам вот в среду эксперименты в четверг будет этот наш клуб астрологический а в субботу олег олега клуб в общем такой вот формат ну ну попробуем я уже как бы закидываю такую-то информацию давно своим там разным знакомым что я ну как-то морально готовлю что может я что-то буду преподавать потому что уже я столько лет в этой теме поэтому может какая-то аудитория уже подготовлена они ждут пока я им скажу что все можно уже куда-то приходите меня там типа слушать так что ну как бы придут ну а потом и остальные потянутся если это нужно человеку если ему ну зайдет вот как я говорю это же понятно тренер любой очень как бы вот он человек вот он такой да он может тебе не нравится ты его не понимаешь как он речь свою как бы строит да не заходит ну пожалуйста идите к другому как бы нет вопросов но есть же те кому вот подойдет то то что я буду говорить они будут меня понимать не знаю там гармоничные аспекты моему меркурию и как бы ну голова работать примерно как бы в одном режиме вот они никуда не денутся и понравится именно тоже то что я буду говорить ну смотри я не встречала астрологов которые могут подключиться к любому из гуру да и выдать прямую информацию это вообще-то такая зиму да вообще они в россии нигде нет это твоя способность да я понимаю что она для тебя не столь ценна потому что ты привыкла к ней как к нормальной к нормальному явлению я к этому привыкла к нормальному явлению еще есть люди которые также живут далеко не все так же вот оказывается да далеко не все ну и очень хорошо мы ждем на клубах все правильно все больше